добрый день дорогие друзья добрый день сейчас найду место удобненько и мы начинаем наш урок торы очень удобно создам мы живем во времена технологии такой невероятной технологии технологический прогресс просто невероятнейший что можно в любой точке и провести урок правда видите я сказал и тут же и тут же себя поправляю потому что в россии фейсбук то запретили запретили фейсбук и это очень такая вот удивительная удивительная вещь как это такое может быть чтобы лишили свободы доступа к информации это действительно очень такая интересная тоже ситуация но мы-то выросли в этом помните советский союз все все закрыто новости получаем из газеты правда вот хорошо друзья значит продолжаем изучать тору продолжаем изучать тору вид здесь конечно не очень давайте в другую сторону повернусь чтобы было покрасивее вот так как сейчас вот так вид получше да шоу мы за рада будьте здоровы богом храните все значит аминь аминь чтобы благословляющий будет благословлен нет смотрите урок будет не всегда в одиннадцать сейчас время как я вчера говорил уже называется холямоид холямоид это полупраздничные дни и из-за этого молитва молитва начинается позже так как это полупраздничные дни работать нельзя и заканчивается молитва как раз в 10 30 я не успеваю никак никак не успеваю на 10 мне приходится или с молитвы надо уходить тогда или же или же урок позже я делаю сейчас урок позже в 11 мы делаем урок значит вчера сегодня я вам расскажу очень интересную вещь мы вчера вчера я здесь проводил такой урок длинный вечером про как выбирать как выбирать каждый из нас зависит от выбора дачек это есть у каждого из нас свобода выбора и от выбора каждого из нас зависит принципе все в нашей жизни то есть человеку дается выбор ты выбираешь и идешь по какой-то дорожке направо пойдешь коня найдешь налево пойдешь коня потеряешь прямо пойдешь конем станешь все все значит все люди все выбирают что-то свое я бы не стал вот мы здесь никого не оскорбляем в россии живет 140 миллионов человек из них я уверен что 120 минимум это хороших людей может быть 20 миллионов особенно те кто управляют в общем давайте мы про политику не будем никого оскорблять не будем изучаем тору значит и помогаем всем кому можно помочь хорошим людям значит смотрите еще раз я хочу сказать сегодня несколько слов про свобода выбора и про выбор вот как выбирать по торе есть история очень много советов как как выбирать и сейчас очень так как ситуация изменилась очень сильно в мире в у каждого в стране то вот этот вот момент глобальных выборов он сейчас очень актуален да вот глобальный выбор кто-то решает где жить чем заниматься как относиться к ситуации очень много то есть от выборов сейчас в эпоху перемен зависит очень много бери авторе хочу сказать несколько вещей истории по поводу выборов значит первое место вообще вторая глава фертия вот вторая глава фертия вот получение отцов она очень много говорит о выборах можно сказать глава полностью посвящена тому как выбирать светом тора как выбирать первая мишна во второй главе фертия вот первая мишна она звучит так рад рабе говорил какой путь прямой что выберет его человек задает вопрос какой путь прямой то есть из этого следует что путь надо выбирать прямой то есть него такой вот а вот прямой и для человека огромная радость когда у него нет сомнения когда он идет по прямому пути как он говорит а какой путь прямой который выберет человек и тут он дает нам совет определения больше и теперь и плюсы все что прекрасно для делающего и прекрасно со стороны людей вот характеристика вот этого прямого пути значит чуть позже буквально несколько лет назад мишна записано 2000 лет назад устная тора а донатора 3334 года назад а буквально лет двадцать назад этот принцип сформулировал стивен кови стивен кови сказал он говорит смотрите люди надо строить свою жизнь только на условиях жизнь отношения только по принципу win win выиграл выиграл что когда ты вступаешь какие-то отношения с человеком или с людьми бизнес отношения жизненные отношения то нужно помнить что они смогут устоять эти отношения только если и ты будешь чувствовать что ты выигрыши и он потому что если ты проигрываешь да то есть ты говоришь я пожертвую своим интересам ради тебя это называется проиграл выиграл то есть он выиграл но я тогда буду или я буду ему говорить смотри я же тебе пожертвовал ты мне должен или я буду все время чувствовать себя дураком что я пожертвовал почему должен жертвовать и так далее буду чувствовать неудовлетворенность если я выиграл за счет кого-то то есть я сказал мне не важно что окружающие меня люди думают обо мне моих выборах значит я выиграл они проиграли как называют такого человека такого человека называют эгоист а эгоист в итоге всегда проиграет потому что в момент когда ему что-то нужно будет от людей они скажут и установил наши отношения таким образом что ты не хотел ничего делать для нас ты делал для себя ты выигрывал мы проигрывали значит теперь когда тебе что-то нужно от нас мы не готовы с тобой работать то есть позиция когда ты выигрываешь за счет других она тоже проигрышная теперь остается позиция выиграл выиграл и здесь нам тора дает дает порядок приоритетов то есть аксиома что строить отношения и свои выборы нужно так чтобы было хорошо и тебе и окружающим тебя людям но первый вопрос который ты должен задать это то есть должно быть хорошо тебе ты можешь спросить то есть ты должен быть инициатором событий в твоей жизни и ты говоришь так я хочу вот это вот это для меня хорошо я это чувствовать мне хорошо если я пойду по этому пути и потом ты спрашиваешь людей которые для тебя важны которые тебя окружают а вы как этому относитесь если они говорят мы чувствуем себя проигравшими если ты идешь по этому пути это нам плохо тогда у тебя выбор то есть ты можешь оставить этих людей за бортом но тогда я не тебя оставят за бортом или ты можешь сказать блин ну ладно будем думать что еще хочу кроме этого потому что жизнь надо строить по принципу выиграл выиграл теперь дальше это первый принцип очень важный который нужно помнить при принятии решения что прямой путь это когда хорошо тебе и хорошо людям вокруг тебя дальше дается нам еще один вопрос в этой же главе во второй главе оперте вот задает раббан йоханнен бензакай и он задает вопрос он говорит своим ученикам у него было пять учеников выдающийся каждый интересно что в этой мишне мы видим типологию типология а значит людей видно в этих пяти учениках да то есть у них он давал каждому из них характеристику и он каждому из них отмечал какое-то выдающиеся качество этого ученика и он говорит значит вот например рабби элизар бенурка элизар бенурка нас значит он как колодец который не теряет ни капли у него прекрасная память он все что изучает он запоминает это его выдающиеся характеристика рабби юшуа рабби ушла он говорит ашры йората счастлива кто его родила что он имеет ввиду у него прекрасное качество характера его все люди любят он рабби ушла такой прям золото человек его все люди любят он счастлива кто его родила потому что все его любят за хорошее качество характера теперь значит 3 рабби йоси он был он был хасид хасид это он делал больше чем требует закон по отношению вот такой служение богу он был прям такой очень с огнем служил да не так выполнил заповедь и все именно прям с воодушевлением с таким хасид а рабби шиман бен натанель он был и рехет он был боялся греха знаете как есть люди тот кто-то например оптимист а кто-то пессимист кто-то осторожный сверх меры да он на воду дует а кто-то вообще давай сделаем посмотрим все будет хорошо и так далее такой позитивный так было рабби шиман бен натанель он был очень осторожны то есть он своих действиях чтобы никогда никому не навредить и рабби был элязар бен арах он был моя на мид габер он был очень креативный он как источник источник такой пробуждающийся у него была сильная креативность вот типология 5 типов было у него учеников и он их как-то спросил говорит а какой путь прямой он говорит по какому пути должен человек идти чтобы быть хороших отношениях с богом чтобы прилепиться к богу приблизиться к богу и здесь у нас тоже это пять параметров пять принципов по которым которые можно применять при принятии решений по какому пути идти значит первый сказал рабби элезар бен урка нас он нам сказал он говорит знаете самый главный путь по которому ты точно вот не проиграешь это аинтова аинтова это добрый глаз вот я вчера как раз выступал с этой лекцией для беженцев которые были из киева из харькова из донецка которые приехали в израиль оставили там свои семьи работу все и вот они сейчас сидят и думают что нам дальше делать кто-то думает возвращаться кто-то думает здесь обосноваться здесь обосноваться где же чем заниматься масса масса вопросов которые требуют ответов и значит вот как раз это была лекция для них по по выборам я вам хочу сейчас из него просто несколько кусочков рассказать значит первое я уже сказал прямой прямой путь это путь когда хорошо тебе и хорошо окружающим это место возле хайфа возле хайфа называется квар ситрин здесь есть и шива здесь есть школа это такое место место вот прям недалеко 15 минут до хайфа и здесь такой как сделали на песах лагерь для еврейских беженцев харьковская община и донецкая община теперь значит еще раз при принятии решения первое нужно чтобы было хорошо вам и хорошо окружающим вам людям только на этом принципе можно строить свою жизнь второе второе это значит сказал рабе элиэзер бенурка нас что путь по которому человек должен идти это добрый глаз что за добрый глаз смотрите здесь есть очень глубокая глубокая идея насчет выборов у тебя человек который у которого добрый глаз то есть он позитивный человек который все во всем видит хорошая как говорит рабе элиэзер бенурка нас вы думаете говорит не о том что выбрать о том чтобы быть человеком который во всем видит добро тогда любой ваш выбор будет хорошим потому что вы найдете хорошее вы не знаете на ли направо пойдешь коня потеряешь но ты же налево не пойдешь может налево ты бы погиб то есть ты никогда когда ты сделал какой-то выбор ты не знаешь никогда какой выбор был бы ты пошел по-другому поэтому он говорит что когда ты уже пошел по какому-то пути по любому пути главное это добрый глаз видеть в нем хорошие тогда любой выбор будет хорошим сказал рабе лезер бенурка нас 2 рабе 2 рабе ушла он нам говорит такой он говорит главный путь по которому человек должен идти это хаверто хороший друг вот например живет человек а человек уже знаете что нужно человеку обязательно нужна вторая половина то есть это просто любому человеку человек создан так что ему нужно с кем хавер это с кем он мехубар с кем он соединен или это будет жена друг да если у кого то есть или муж друг да или это будет друг но когда у тебя есть хороший друг который устойчивые которые верующие которые правильные которые достаточно успешный который тебя поддержит он говорит это самое главное то есть как в мишле мы учили в притчах что когда двое вместе так они не скоро споткнуться ну там много из примеров в торе стивен кови тот же он этот принцип сформулировал 20 лет назад как синергия до 1 плюс 1 равно 11 когда ты с кем-то соединился вдвоем вы вместе по-настоящему вдвоем соединился то вы нет как две единицы а вы как 11 в 11 раз эффективнее значит он говорит надо выбирать в жизни друзей друзей ну вот что вдруг партнер по жизни то есть и очень это ценить опять же тора нам объясняет что нужно нужно как этого друга удержать это называется приобретите себе друга то есть ты должен реально прикладывать усилия чтобы у тебя был этот друг это не просто так уж это очень ценная вещь очень выбирать надо друга говорит нам тора говорит нам раби уши и значит для кого-то это важный выбор то есть это самый важный выбор в принципе где ты как а как говорит народная мудрость с милым и рай в шалаше да то есть если у тебя есть с кем-то хорошие отношения то тебе хорошо и в шалаше а если ты один и у тебя нет ни друзей не близких никого и ты один то тебе где бы ты ни был тебе плохо потому что человеку необходимо до человеку необходим партнер это просто но это самое большое счастье говорит раби уши теперь раби иосиф это раби иосиф в этой мишне он говорит это третий типаж до третий тип из учеников раба неоханнан бензака он говорит самое главное это шахэнтов это хороший сосед он говорит смотрите вдруг это важно но они не спорят друг с другом они разные и они на разное делают акцент значит говорит раби оси что нужно выбирать окружение место место нужно где люди где вокруг люди хорошие где добрые люди где хорошие соседи я помню я приехал на шабад к ним своим знакомым и они выбирали место чтобы было красиво и что был красивый вид и они поселились не религиозном районе в они религиозные начинали тогда соблюдать потом они бросили кстати соблюдать интересно потому что они шли не по правильным принципам то есть они делали выборы и они вы делали выборы неправильные неправильных людей выбирали неправильное место то есть они все время делали неправильные выборы и и ушли от религии потом так вот значит а то был момент когда они пришли и вот они сняли такой очень красивый так пол дома такие ну коттеджи на горе с видом вообще с таким видом вообще просто фантастически я не приехал на шаббат в гости значит остались у них на шаббат они говорят видишь вот какой тут вид как тут красиво все я говорю да класс очень хорошо и тут значит начинается шаббат а у них под ними жила не религиозная такая злобная вот есть такие евреи такие из которые из восточных стран из марокко там из таких стран которые они такие очень они у них менталитет такой как сказать агрессивный немного да скажем так бывает бывает не всегда бы иногда и у них жила такая агрессивная вот это вот марокканская еврейка не религиозно вообще абсолютно а их дети баскетбольным мячом стучали игрались стучали и в потолок то есть они игрались а ей было это неприятно она видно им сделала может быть пару замечаний они не отреагировали говоря дети играются пусть играются это наш потолок наш пол что хотим то и делаем тоже не совсем была правильная реакция потому что они хотели выиграть за счет того что кому-то плохо а когда ты выигрываешь за счет того что кому-то плохо она ты это не выигрыш это это только временный выигрыш а потом это проигрыш и вот значит начинается шаббат она включает магнитофон на полную громкость включает его выносит на балкон что было прям слышно слышно это дом такой на на отшибе такие как вилы коттеджи то есть вид прекрасный все она включает магнитофон садится в машину и уезжает на весь шаббат и у них весь шаббат орет магнитофон без остановки они позвонить не могут ничего не могут представляете вот такая бывает ситуация поэтому сказал нам кто рабби йоси сказал что говорит когда ты выбираешь себе при выборе очень важно это окружение в каком окружении ты живешь в каком месте каком городе в какой стране это очень важно какие люди тебя окружают и раби шимон бен на тоннель который был четвертый и который боялся греха который был очень осторожны он говорил что самое главное при принятии решений тот кто видит родившийся рой это нула тот увидит то что родилось по простому это можно понять это человек который умеет анализировать который умеет реально отделять факты от мнений истории от реальности будущее ожидаемое и фантазии о будущем от фактической информации которая есть сейчас и то что было в прошлом то есть это человек который умеет анализировать понятно да теперь значит он говорит это самое главное при принятии решения это умение анализировать и значит последний это был раби лазар бен нарах он сказал пятое что главное говорит это доброе сердце то есть если у тебя есть доброе сердце что такое доброе сердце это у тебя все внутри добро правильно мы знаем что тора это добро каждый из нас живет по каким-то принципам и большинство этих принципов они я убираю слово большинство значит потом по каким принципам живет человек то что у него внутри до его сердце это имеется ввиду его подсознание так вот его жизнь сегодняшняя это следствие тех принципам по которым он живет если у тебя внутри добрые вот эти принципы правильные принципы добрые здоровые тоже выиграл выиграл значит не радуйся за счет другого горя другого и так далее то есть у тебя и жизнь будет добра он говорит не над не над выборами надо работать над собой надо работать сказал раби лазар бен нарах и это очень интересно сейчас последнее что хочу сказать я недавно прочитал лишь на это и две тысячи лет это поучение отцов мишна вторая глава вторая глава теперь раби йоханнан бен зака у него было этих пять учеников и он их хвалил но он там есть одна мишна он говорит что если взять всех мудрецов израиля и положить их на чашу весов то ради или элиэзер бен урканас который первый говорил который как колодец который нет не пропускает ни капли который все запоминает который сказал что главное это добрый глаз он перевесит всех мудрецов авто другой мудрец ученик его оба шауль он говорил что нет раби йоханнан бен зака я сказал не так он сказал что если взять всех мудрецов и раби лезра бен урканаса вместе с ними и положить на чашу весов то раби и лазар бен нарах последний который сказал про доброе сердце он перевесит их всех и вот я в этом году читаю один мудрец нашего поколения он уже умер это было рав джонатан сакс лорд сакс главный раввин великобритании он говорил когда о людях о принципах о том какие мы разные о том что у каждого есть какое-то выдающееся качество он привел как бы в пример вот эту мишну и говорит смотрите он их хвалил он сказал что вот эти двое были самые выдающиеся а давайте посмотрим что дальше с ними в жизни было раби лазар и лезер бен урканас он концу жизни он поспорил с мудрецами причем именно он поспорил с раби йошуа их было пять учеников раби йошуа был глава мудрецов араби лезер бен урканас он был самый великий мудрец но он не был с ними в таком как в контакте потому что его уровень был невероятный и они поспорили по одному месту в какой закон там по в какой-то конкретной какой-то конкретной ситуации и он им говорит я утверждаю что закон вот так араби ушу а говорит а мы вот посоветовались и говорим что закон по-другому раби лезер бен урканас говорит пускай небесный голос подтвердит что я прав и дерево прыгнула в сторону там на сколько-то метров раби ушуа говорит мы не принимаем доказательства от деревьев раби лезер бен урканас говорит тогда говорит пускай река потечет в вверх и река потекла вверх раби ушуа говорит мы не принимаем от рек доказательств история он говорит хорошо тогда пусть небесный голос подтвердит что я прав раздается небесный голос и говорит закон во всех местах как раби лезер бен урканас и говорит тогда раби ушуа в небо он богу говорит он говорит ты же в торе сказал что не на небе она на земле и в случаях споров идут за большинством а мы большинство и мы постановляем что закон идет вот так в этой ситуации раби лезер бен урканас если он не принимает слова мудрецов ноч мы его отлучаем от общины и раби лезер бен урканас самый великий мудрец он умер с отдельно отлученной от общины представляете второй раби лазар бен арах которого говорил его раби пара нехана бен заказ что он самый великий про него талмуд говорит что он был самый великий он сказал что если вся тора забудется я смогу ее восстановить логически то есть у него была настолько невероятная логика и сила ума что он стал я смогу восстановить это вот так он поселился в очень богатом городе но где не жили мудрецы то есть вокруг него были плохие соседи люди были нерелигиозные очень богаты и расслаблены и концу жизни он забыл цитору представляете то есть раб который это написал раб джонатан сакс он сказал что хвалить детей хвалить кого-то хвалить себя слишком за за величие он говорит это приводит к плохим результатам потому что самое самое достойное качество которая отмечает как самое главное качество это скромность она вас скромность понятия что все от всевышнего и это вот последняя начала хотел завершить что если человек по-настоящему полагается на всевышнего и выборы его в первую очередь чтобы я хочу выбирать я выбираю бога заповеди тору и я хочу чтобы во всех моих выборах вот это было моим главным приоритетным фактором от которого зависят все мои решения любое решение всевышний поддержит и даст ему успех то есть не решение определяют результаты а то насколько всевышний с человеком и бывает что человек вот просто вообще не думает делает ему во всем прет а другой считает рассчитывает семь раз отмерь один раз отрежь там просто он невероятные какие-то вещи делает интеллектуальные а ничего не получается а другой просто живет все бог поможет бог поможет бог поможет ему бог помогает я желаю чтобы вам бог помогал чтобы вы выбирали бога бог вам помогал это главное пожелание что от него все зависит и тогда будет все здоровья благополучия успех все 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 будет главное выбрать всевышнего его заповеди и тору все хорошего всем дня удачи завтра тоже в 11 встречи